друзья мы с вами смотрим домик который находится в городе лисбург штат значит сколько они там за него хотят я не знаю 350 так вроде бы 350 до райончик так себе мне кажется тут какой-то вот таки бедный вопрос давайте мы покажем вокруг скромненько да скромненько ну сейчас пойдем все узнаем про этот скромненький домик который может быть менее скромный чем соседи вот мы зашли тут такая площадочка небольшая и две лестницы наверх и вниз давайте я пойду вниз с единственной целью не толкаться там с другими людьми наверху значит так тут пахнет какими-то ароматизаторами а плиточка на полу я бы сказал что плиточка скорее всего новая так на мой непросвещенный взгляд стиральная сушильная машина понятно так спальня ароматно аромата карпит похоже что новый ну потолки невысокие 8 футов но это понятно что дом старый сейчас повыше делают опана так санузел мило тоже увидите вот эту плиточку там который давайте покажу вот эта плиточка это вот так раньше делали сейчас так не старого никто делал сегодня не самое новое и довольно тесно я бы сказал вот вроде места будет очень-очень много места при этом там довольно тесно ну 8 мне кажется плиточка на полу нового и вот самый толчок новый и окна новые это не окна которые были там даже 10 20 лет назад это новые окна так ну пошли дальше смотреть так пока это спальня мы здесь были вот тут мужская пещера обычно американцы ну тем не менее там есть окна есть это как бы полуподвальное такое помещение сейчас посмотрим полуподвальненько так вот но просторно очень мило камин а включи свет так выход на улицу ну давай посмотрим безусловно безусловно есть какой-то выход на улицу ну что пойдем сначала на улицу раз может пойдем на улицу так мне не хочется тут сильно по улице разгуливать но значит первое что я скажу участок неплохой шумно вот посмотри вот там дорога там по-моему даже перекресток вот и здесь относительно так ведь звучно вот тот дорогой дом который мы смотрели красиво он вот тут вот буквально вот за поворотом ну да но мы смотрим на этот земли у него не безумно много значит этот дом вот он какой есть да если он тебе нравится то в нем можно жить и никакого expansion потенциала нет то есть вот я расстроить его никак во первых потому что он вот не очень большая теперь на самом деле какой по какой размер вот и 6 соток видимо может быть 6 половиной 7 на дело не в отдел сам что-то рядом с этим деревом ты ничего не можешь выдвинутым ограничение будет обычно обычно дерево снести непросто если оно разросло красивое но есть умельцы которые подведут любое дерево под снос умельцы есть что что-то же можно пристроить помимо свет до дерева очень много места да такая такая палуба друзья мы сейчас поднимемся на этот дек и с него зайдем на второй этаж если здесь на первых на верхний этаж и если здесь открыто потому что может оказаться что и необязательно открыто открыто а и а и Я Юйц, я Юйц. Я Юйц. И вы садитесь к ним? Нет, мы все здесь. Мы вместе с людьми. Я думал, что вы были помогать им? Нет, мы не можем ходить к ним. И вы живете здесь? Нет, мы живем в Калифорнии, и они живут в Лизбург. Мы посетим их. Я так понимаю. Я записываю, потому что, в конце дня, мы не помним много. Это было реновировано. Это выглядит очень новым. Да. Люди живут здесь? Есть люди, которые живут здесь. Так что это не стажировано? Нет, это как они живут. Да. Так, комнатка. Вы видите, вот там вход. Вот лесенка наверх, которая была. Вот мы попали наверх. Значит, такой небольшой living room. Довольно плотненько набитые мебелью. Здесь люди живут. Это люди реально так вот проживают. Окей. Ну чего, идем дальше. Смотрим. Значит. Так. Туалетик. Небольшой. Там за занавеской ванная. Я так понимаю. Давайте глянем. Да. Там даже мокренький. Так, наверное. Недавно душ принимали. Так. Оп. Да. Так. Это, видимо, ну, я хотел сказать мастер bedroom. Нет, вряд ли это мастер. То есть, я не вижу здесь, я не вижу здесь санузла. Так. Просто bedroom. Так. 350 тысяч, там говорят, стоит. Так. Ну что? Мило. Мне агент сказал, что вот эти дома довольно грустно выглядящие вокруг. Что это еще не вся улица. Если там по улице чуть-чуть дальше пройти, то там дома подороже. Но, в целом, история такая. Гаража нет. Я даже не знаю, что случилось. Наверное, он был когда-то. Но, в общем, они достроили один bedroom и один restroom. То есть, фактически тут три bedroom, два туалета. И примерно общая площадь вместе с нижним, что-нибудь 1300. Вот так. Да. Ну, я так скажу, что оно сделано более-менее чистенькое, более-менее аккуратненькое. Да. И для людей, для которых вот эта эре нормальная, без переделок, без всего, можно вселиться и жить. Но на наш вкус, да, у нас немножко запросы, мы шкафом. Нам зеркальный шкаф подавать. На наш вкус, ну, это не совсем то, что мы ищем. Так, Алёна, что скажет? Ну... Ну, виду тут нет вообще никуда. Да. Ну, это именно хороший, практичный дом для небогатой семьи. Я считаю, что это вот... Наш таунхаус стоит на 100 тысяч дороже, чем вот этот вот. Ага. То есть, представьте, что получается, что это очень-очень экономично получается. И ваш таунхаус и по площади существенно больше. Да. И он больше по площади. То есть, это такой маленький уютный домик для семьи с небольшим доходом. Я считаю, он идёт очень быстро, я думаю. Ну, это ваши где поставили. Ну, а что, здесь две машины, пожалуйста, поставили. Ну, да. Он пару дней на рынке. И здесь очень хороший комьют. То есть, люди, если вот работать, они раз и и на большой дороге уехали. Ну, что же есть? Друзья, те, кто работает на большой дороге, с удовольствием здесь поселятся. Ну, как бы нам, у нас уже есть где жить, нам надо уже что-то такое другое. Всё. Идём дальше.